здравствуйте дорогие друзья в 2019 и в 2020 годах совместно с евгением автором канала разгадки истории было осуществлено несколько экспедиций в рязанскую область на канале евгения также вышли фильмы по этим экспедициям помимо исследований архитектурных и промышленных памятников прошлого мы также заезжали на круглозера на берегах которых с глубины 2 метра брали пробы грунта и вот все эти пробы были сданы на анализ и результаты этого анализа уже у нас на руках к сожалению результаты эти не самые радостные но дабы избежать двусмысленности и неверного толкования позвольте начать с теории а официальное лабораторное заключение обязательно представлю вам далее в этом фильме когда я завожу разговор о ядерной войне в начале девятнадцатого века мне возражают приводя в пример чернобыль что мол если бы ядерная война в прошлом была то вся земля была бы как чернобыль где еще тысячи лет жить нельзя так как все заражено так вот друзья мои в чернобыле не было ядерного взрыва и это принципиальное отличие по физике процессов распада ядерной реакции в эпицентре ядерного взрыва и в реакторе атомной электростанции они одинаковые но разница в том что в реакторе эти процессы управляемые и протекают медленно а в эпицентре взрыва реакция неуправляемое и протекает тем быстрее чем больше мощность заряда то есть количество исходного вещества и вот во время ядерного взрыва одни вещества превращаются в другие очень быстро, и чем больше мощность заряда, тем быстрее эти превращения идут, и тем большее количество исходного вещества успевает вступить в реакцию. Именно поэтому на месте ядерного взрыва можно найти в больших количествах цезий, йод и прочие продукты ядерного распада и их изотопы, которые и держат повышенный радиационный фон. Но период полураспада йода, например, составляет всего 8 дней, а цезия 137 — 30 лет. Заметьте, полураспада, а не полного разложения. Это значит, что через 30 лет цезия будет в два раза меньше, еще через 30 лет его останется половина от половины и так далее. Таким образом, спустя 200 лет радиоактивный фон на месте ядерного взрыва вполне может быть в пределах нормы, разве только немного выше по сравнению с окружающей местностью. И вот эту разницу и нужно искать. А обнаружить следы ядерного взрыва в большинстве случаев можно только в изотопной лаборатории. А пример с Чернобылем не подходит, как вы уже поняли, по той причине, что там раскидано преимущественно исходное радиоактивное топливо. Продукты распада, конечно, тоже есть, но их в тысячи раз меньше. И именно это радиоактивное топливо и будет фонить еще сотни тысяч лет. Теперь позвольте остановиться немного подробнее на теме воронок и круглых озер, чтобы объяснить физику процесса. Ибо без понимания этого вопроса невозможно понять, почему на картах мы видим круглое образование. Все эти круглые озера и болота часто различимы даже на местности. Существует целый ряд признаков, как отличить одну воронку от другой. Суть в том, что воронки бывают пяти основных типов. Карстовые, от газового пучения, метеоритные, от ядерного взрыва и от обвала шахты рудников. И все они кардинально отличаются как по расположению, так по форме и по внутренней структуре. Воронка от ядерного взрыва при виде сверху изначально всегда имеет очертания правильного круга. Однако со временем, ввиду неравномерного эрозионного разрушения пород или наоборот заиливания, воронка может принять неправильную форму. В качестве примера ядерная воронка в Тульской области. В поперечном разрезе такой объект всегда напоминает чашу, то есть глубина постепенно увеличивается от берега. Такая чаша, как правило, герметичная и не имеет сообщения с грунтовыми водами, ввиду того, что породы сплавляются во время ядерного взрыва. Поэтому вода в них может иметь постоянный уровень, даже если озеро находится выше уровня соседней реки. Подчеркиваю, в каждом правиле есть исключение, все зависит от вида грунтов и их сопротивляемости ударным и тепловым нагрузкам. Если ядерный взрыв был наземный, то по периметру такого озера имеется вал, а в центре существует островок, который называется зона подсоса. При воздушном взрыве вала вокруг и островка уже не будет. Да и вообще, в зависимости от высоты подрыва ядерного устройства и его мощности может даже не быть самой воронки. Про радиоактивный фон в таких воронках поговорим немного далее. Диаметр ядерной воронки составляет от сотен метров до нескольких километров. Кучность воронок может быть как единичная, так и очень высокая, в зависимости от поставленной цели и используемых зарядов. То есть в одном месте таких воронок много, а буквально рядом их практически нет. Пример шахтной воронки можно увидеть в фильме «Провал грунта» в историческом месте в Тульской области, в котором рассказывается о воронках на железных уродниках в Дидилово. Такие воронки являются последствиями деятельности человека, но по своей сути напоминают карстовые провалы. Карстовая воронка при виде сверху имеет очертание ломаного круга или любой другой формы. В поперечном разрезе чем-то напоминает колодец, слегка рассуряющийся книзу. Хотя формы могут быть очень разнообразны и зависят от грунтов, однако практически всегда такая воронка имеет крутые стены и большая глубина начинается сразу от берега. По подземным пещерам такие воронки могут соединяться с другими карстами и соседними реками, и уровень воды в них зависит от уровня грунтовых вод. Помимо подходящих пород, одним из основных условий образования карстов воронок является жидкая вода на большую глубину. При этом никакой карстовый провал ударных брекчей и тектитов не порождает. Вала по периметру воронки нет. Диаметр карста воронки, как правило, от нескольких метров до десятков метров. Кучность воронок единичная. То есть карстовые воронки не могут образовать поверхность в виде сетки, как мы видим на карте. В случае такого обширного карстового промыва проваливается вся эта территория разом, а не отдельные ее части. Воронка газового пучения образуется в результате дегидратации метана в местах, где вечной мерзлотой скованы болота. Немаловажным фактом является то, что метан в болотах образуется при разложении органики, то есть того, что раньше было живым. Естественно, на территории с гористой местностью образование таких воронок практически невозможно. При виде сверху имеет очертание правильного круга, но, как и в случае с ядерной воронкой, с течением времени, ввиду неравномерного эрозионного разрушения пород, вследствие их неравномерного прогрева и оттаивания, постепенно очертания удаляются от правильной круглой формы. В поперечном разрезе такая воронка, как и карстовая, напоминает колодец, однако ввиду все того уже оттаивания и эрозионного разрушения, учитывая, что этот колодец относительно неглубокий по сравнению с карстовым провалом, то поперечный профиль постепенно становится похож на чашу. Вала по периметру воронки нет, если точнее, в некоторых случаях может быть совсем небольшой вал только в первые месяцы после образования воронки, но затем грунт выравнивается. Диаметр воронки от дегидратации метана от нескольких метров до десятков метров. Кучность воронок равномерно распределенной по территории болот в районе вечной мерзлоты, например пойма реки Лена или полуостров Таймер. Метеоритная воронка. Учитывая скорость столкновения космического тела с Землей и угол падения, при виде сверху будет иметь очертание от каплевидной формы до круглой. Причем, основываясь на законах баллистики, наиболее вероятно именно каплевидная форма или в крайнем случае эллиптическая. 99% метеоритов входят в атмосферу Земли по баллистической траектории с запада на восток. Их притягивает гравитация планеты, закручивает по низкой орбите и в растворе 30 градусов от экватора они выпадают на не очень высоких скоростях. Чтобы получилось идеально круглое озеро, метеорит должен иметь встречный с Землей курс на третьей космической скорости. За всю историю таких метеоритов упало всего 5 штук и кратеры от них впечатляющие. От всех остальных метеоритов идеально круглых воронок не получается. Это обычные эллипсы с характерным накатом грунта в противоположной от вектора падения стороне. В оперечном разрезе метеоритная воронка также напоминает чашу, только это не герметичная чаша и вода в ней может как набраться из грунта, так и уйти в него. В зависимости от угла падения вал может быть как по периметру вокруг воронки, так и с одной стороны в направлении полета метеорита. Причем чем меньше угол и скорость падения, тем больше вал. Диаметр воронки от нескольких метров до нескольких километров, кучность единичные. Таким образом, круглые озера могут быть как воронками от военных действий, так и метеоритными, карстовыми или от газового пучения, и при этом вполне могут находиться рядом или даже друг в друге. Поэтому не нужно все воронки грести в одну кучу, а учитывая все факторы, перечисленные выше. Нужно отделять одни воронки от других. К фильму «Ядерная война 19 века подтверждена раскопками в Туле» было очень много комментариев о том, что в начале 19 века на Тулу изорвалось некое космическое тело, кометы, метеорит или астероид. Такой вывод вполне логичен, если рассматривать глобальную катастрофу только в масштабах одного отдельно взятого города. Ведь именно так может сложиться впечатление, что катаклизм был только в этом городе. Тем не менее, в общественном сознании явно наметился прогресс, так как сам факт катаклизма в начале 19 века как такового уже многими признается как свершившееся событие. Но масштабы этого катаклизма многими еще недооцениваются, и момент истины заключается в том, что Цезий-137 никак не может быть следом метеорита, кометы, астероида или любого другого космического тела по одной простой причине. В период полураспада Цезий-137 всего 30 лет. За миллионы лет, пока метеорит блуждают по просторам космоса, от Цезия-137 не осталось бы и следа. Также в том фильме была озвучена одна важная деталь, на которую почему-то многие не обратили внимание. Цезий-137, обнаруженный во время раскопок в Туле в 2018 году, находился в слое пожара 1834 года, а этот слой находится на глубине 2 метра от поверхности. Причем в слоях выше или ниже. Цезия-137 нет. Строго говоря, в аналитической химии не существует слова нет. Следы Цезия есть везде, но это другие изотопы и столь мизерное их количество, что в количественном сравнении со слоем пожара можно сказать, что Цезия нет вовсе. Особо обращаю ваше внимание, друзья, что Цезий-137, который является продуктом ядерного распада урана или плутония, обнаружен на глубине 2 метра в слое пожара. Это полностью отбрасывает чернобыльский след, ибо впитавшись в грунт с осадками, изотоп Цезия-137 однозначно остался бы в верхних слоях. Опережая ваши вопросы скажу, что воронки от ядерных взрывов 19 века также засыпаны, но учитывая их размеры, правильнее говорить, присыпаны. Во время экспедиции в Рязанскую область, чтобы взять пробы грунта, мы бурили скважину до черного или серого слоя и уже из него брали эти пробы. Этот черный слой не что иное, как гарь, и находится он на глубине 1,5-2 метра от поверхности, а сверху находится обычный песок. В качестве краткой официальной исторической справки, позвольте друзья рассказать некоторые интересные моменты про объект номер 7. Все остальные озера имеют похожую официальную легенду. Итак, озеро Святое находится в 4 километрах южнее села Нармушать, и в полутора километрах западнее поселка Полевой Шиловского района Рязанской области. Озеро по форме своей круглое, впадающих ручьев или речек нет, не имеет никаких притоков, вода в озере постоянно чистая и прозрачная. Еще одна особенность Святого озера заключается в том, что в нем нет ни водорослей, ни прочих водяных растений. Даже его дно фактически не содержит ила. Ежегодно на землю падают тысячи метеоритов. Большинство из них размером в несколько сантиметров, но иногда это огромные глыбы металла или камня. Падение метеоритов вызывает не только сотрясение земли, но и резонанс в обществе. Уже десятки лет ведутся споры о природе Тунгусского метеорита. Рассказы же о падении метеоритов в древности живут века и тысячи лет. Не является исключением Ишиловский район Рязанской области. Селитырного до сих пор рассказывает легенду о том, что черт нес по небу скалу и уронил ее. Аналогичные предания бытовали в селах Тимошкино и Юшта. Заметьте, друзья, направление с юга. В лесу у села Боровое часто находят оплавившиеся кусочки металла, похожие на осколки. В августе 2009 года Шиловским крывеческим музеем, ЭКЦ Заряна и местным телевидением была предпринята комплексная экспедиция по изучению озера святое у села Борки. Легенда гласит, что некогда посреди озера был остров, на котором стояла древняя церковь, но по воле божьей провалилась она под землю. Обычно подобные озера-легенды возникают на месте образования карстовых провалов. Однако водолазы-подводники группы Стикс, совершив свое погружение, сразу дали однозначный ответ. Озеро не карстовое. Это огромная воронка. Повторные погружения позволили определить наличие асимметрично расположенного кратера с общей глубиной до 27 метров. Изучение озера сильно затруднено тем, что на глубине 15 метров расположен мощный термопласт воды с температурой около 0 градусов. Проведенная аэрофотосъемка показала, что озеро правильной круглой формы и вокруг озера имеется небольшой вал. Совокупность фактов была направлена в Российскую академию наук академику Андрею Кирилловичу Станюковичу. После длительного изучения представленных материалов вердикт специалистов таков, цитата, озеро у села Борки Шиловского района Рязанской области метеоритного происхождения. Судя по характеру воронки, падение произошло чуть более тысячи лет назад. Необходимо комплексное исследование с целью обнаружения объекта падения. Конец цитаты и краткой официальной исторической справки. Друзья, таким образом, официальная точка зрения заключается в том, что озеро Святое является воронкой и было образовано неким небесным телом, упавшим где-то в 7-10 веке. Согласно официальной хронологии истории, именно эта эпоха чрезвычайно интересна тем, что на территории Рязанщины исчез целый народ, получивший определение официальных историков культура Рязано-Окских могильников. Это был народ свирепых воинов, который контролировал огромную территорию Волго-Окского междуречия и, находясь на пике своего развития, вдруг неожиданно исчез. Еще один довольно интересный момент. На старых картах это озеро вообще не обозначено. Например, на карте 1816 года этого озера нет. На карте 1832 года также нет озера, несмотря на то, что карта для того времени довольно точно отображает топографию местности. А озеро, согласно официальным данным, существует более тысячи лет. Впервые озеро появляется на картах только с 1865 года. Итак, друзья, настала пора расставить все точки над И. Отбор проб грунта производился согласно ГОСТ-Р54038. Анализ проб осуществлялся в четырех независимых друг от друга лабораториях, две в Москве и по одной в Новосибирске и Калуге. Представляю вашему вниманию заключение, выданное испытательной лабораторией Федерального центра гигиены и эпидемиологии в Калужской области. Были проведены анализы проб грунта, взятых с глубины 2 метра, а также с поверхности, на следующих круглых объектах. 0102, 06, 07, 10, 12, 18 – это озера, и 19 – болото. Координаты каждого объекта находятся в описании под фильмом или на карте. При желании каждый скептик может повторно взять пробы грунта, сдать на анализ и проверить мои слова, за которые я отвечаю. Стоимость анализа одной пробы по состоянию на осень 2020 года составляла чуть более 800 рублей. Уверен, такая сумма найдется у любого желающего все самостоятельно перепроверить. Во всех пробах, взятых с глубины, обнаружен цезий-137. В пробах, взятых из верхних слоев, цезия-137 нет. Повторюсь в который раз, цезий-137 образуется только при ядерном распаде урана или плутония. Никаким другим способом цезий-137 не появляется. Практически на всех круглых озерах на глубине около 2 метров начинается черный или серый слой. Именно в этом слое мы и отбирали образцы грунта на анализ, непосредственно на берегу круглого озера. Исключение составляет проба с объекта 19, которая была взята непосредственно в центре круглого болота. Там сейчас твердый грунт и можно спокойно ходить. Объект 10 характерен твердым слоем, в который бур упирался на глубине и пробить который не представлялось возможным. О наличии такого слоя могу говорить со всей ответственностью, так как делались повторные забуривания в нескольких местах с разных сторон озера. На дне самого озера этот слой покачивается, причем дно качается все сразу, а не частями. Мы купались в этом озере и ходили ногами по дну. Под небольшим слоем ила находится этот твердый слой и когда наступаешь на него, такое ощущение, что идешь по батуту. Глубина увеличивается постепенно, а качающееся под ногами твердое дно однозначно не может быть показателем карстового провала. Объект 12. Вот такие слои расположены от поверхности до глубины 2 метра. Самый нижний слой серого цвета. Серее, серее, серее. Есть вообще уже как глина. Помимо взятия проб грунта на этом озере провели экспресс-тест воды, который показал повышенное содержание циануриновой кислоты. Вполне возможно, что это результат стока ввод с соседних колхозных полей еще в советское время. Однако, для стока ввод необходим уклон в сторону озера. А это озеро окружено сосновым лесом. Единственное место, с которого есть небольшой клон, находится в этом сосновом лесу. Остальные участки расположены либо на таком же уровне, либо ниже озера. То есть, по сути, стоком взяться неоткуда. Сам по себе отдельно взятый факт повышенного содержания циануриновой кислоты в воде ничего не доказывает. Но, учитывая то, что для получения этого химиката необходимо термическое воздействие на мочевину, которое в свою очередь сама получается при высокой температуре и является азотным соединением, это косвенно подтверждает факт термического воздействия в этом месте. Друзья, имеющий уши дослышит. Все более чем очевидно. Все факты говорят о том, что версии карстовых провалов, метеоритов, Чернобыля в данном случае полностью несостоятельны. Найденные следы Цезия-137 однозначно доказывают, что в этом месте происходил процесс ядерного распада. А вот стояли это атомные электростанции каждые 2-3 километра, или это следы ковровых ядерных бомбардировок, это решать вам. Выводы делайте сами. На этом я с вами не прощаюсь. Самое интересное еще впереди. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. Сейчас сделаю панораму и едем выше по карте. Добро. Субтитры сделал DimaTorzok